Здравствуйте! В эфире Культурное обозрение. Программа, рассказывающая о самых ярких событиях культуры и искусства, произошедших за неделю. Сегодня мы расскажем вам следующее. Вольтер сказал, что есть два способа заинтересовать публику в театре при помощи великого или правдивого. Великое захватывает массы, правдивое подкупает отдельных лиц. Но то, что происходило 19 сентября на сцене завода «Научприбор» было и великим, и захватывающим. Золушка по пьесе Филатова вызвала не только массу положительных эмоций, но и указала на нравы современного времени. В гримерной «Научприбора» происходит перевоплощение. На глазах рождаются образы из любимой сказки. Актеры молодежной студии театра «Сатиры» наносят последние штрихи грима. До выхода на сцену остаются считанные минуты. А я вообще думала, что вы старый. А все так думают. Он всего третий класс. Во всей этой суете и сборах активное участие принимает главный идеолог и вдохновитель молодежного театра Олег Михайлович Галкин. У него нет профессионального образования, но он уже 30 лет ставит спектакли. За эти годы он научился многому. Поэтому и здесь, в гримерной, он вместо постежора и гримера. В его коллективе студенты, преподаватели и просто неравнодушные к театру люди. Идет как бы наше совпадение некое по датам. Вот нам в прошлом году 35 лет, а у университету как бы тут некое несовпадение в том, что сезон театральный и год календарный не совсем совпадает. Ну так вот у нас совпадают некие этапы нашего становления с университетом. Молодежный театр «Сатиры» был основан 36 лет назад при Госуниверситете УНПК. У его истоков стоял народный артист Анатолий Макаров. Вот университет отмечал у нас 60 лет основания университета, а я вот отмечаю 28 лет своей творческой деятельности в этом университете. Катя и Юля учатся на разных курсах и на разных специализациях. В «Золушке» они те сестры, что недолюбливали героиню. Но театральная жизнь настолько сплотила студенток, что они признаются и в будни почти как сестры. Четвертый курс «Таможенное дело». У меня юридический. Я серьезный человек. Понятно. Я тоже, в принципе. А на сцене вы так спелись и совершили у вас другие образы. На сцене мы как бы уже привыкли друг к другу, мы уже довольно давно друг друга знаем. И как-то вот так получилось, что мы дополняем друг друга. Несмотря на то, что на сцене все уже не новички, перед выходом – обязательный ритуал, чтобы все прошло гладко. «Ну, Золушка, а ну, берись за дело!» Спектакль только поначалу кажется наивной сказкой. У Филатова это жестокая история для взрослых. В ней автор под сатирическими стихами указывает на человеческие пороки. «При чем-то, не шинатой, нужны кандидатуры. Судьба в стране наша не глуха. Спасибо. Зол ловит каждую фразу и тут же реагирует. Ведь для многих на сцене за гримом и костюмами знакомые по вузу коллеги и студенты. Это новое прочтение Золушки, в котором есть все для его сближения с реальностью. Современная зажигательная музыка, юмор, читаемые и узнаваемые образы. Эта сказка не способна оставить зрителей равнодушными. Меня позвали, пригласили. Мне очень понравился, восхитительно. Интересно, понравился. Все интересные актеры. Я учусь в этом университете. Я первый курс, первый раз пришла и первый раз увидела этот театр. Очень понравился. Другим не менее значимым театральным событием на уходящей неделе стала поэтическая премьера, состоявшаяся в театре «Русский стиль». Декламация стихов, танцевальные номера и многое другое. Вот что запечатлела наша камера 24 сентября. То, что увидят зрители на сцене, в театре «Русский стиль» долго держали в секрете. Об этой постановке кратко не расскажешь, говорит ведущий актер театра Александр Липов. Она касается творчества классиков и сегодняшнего неспокойного времени. А театр, тем более с таким названием, не смог остаться в стороне. Это будет интересное очень зрелище, потому что оно разнообразное. Здесь и читают, и поют, и танцуют, и так далее. Это такая проба пера, но проба пера профессионального замечательного режиссера Валерия Ивановича Симоненко, который очень разбирается, на мой взгляд, в зрелищах. Постановка своего рода проба пера, в которой переплелись многие жанры. Сегодняшний вечер, он возник абсолютно неожиданно от многих вещей. От того, что происходит с нами, от того, что происходит на Украине, от того, что происходит вокруг нас. Поэтому мы так и назвали в год культуры, этот вечер «Россия – территория культуры». Но дело не в территории, а в людях и в истории. Кто мы, зачем мы, откуда мы возникли, какая у нас культура. Оценить премьеру 24 сентября пригласили друзей театра. Как хороши, как свежи были розы. В комнате все темнее да темней. Нагоревшая свеча трещит. Беглые тени колеблются на низком потолке. Мороз скрипит и злится за стеной. Постановке задействована почти вся труппа театра. Действие охватывает период от царской эпохи до наших дней. Особенно важно – все вокальные партии в постановке артисты поют своими голосами. «Прощай, Россия-мать, уходим завтра в бой, Идем, будь защищать твои границы и покой». Со сцены звучали произведения Александра Пушкина, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Анны Ахматовой, Марина Цветаевой, Александра Блока и многих других писателей и поэтов. Пронзительное слово «классика» в сочетании с музыкой создало в зале камерную атмосферу, в которой каждый зритель мог прочувствовать свое единение с монолитной русской культурой. Этой постановкой театр и откроется 26 сентября для орловского зрителя. Всего лишь один день, но какой! На уходящей неделе «Орел» стал центром оперного пения. Перед орловчанами выступили известные за рубежом исполнители. Дарья Вуйчик и Юрий Зальцман исполнили классические оперные арии. Филармония едва могла вместить всех желающих. 23 сентября погода окончательно стала напоминать осеннюю. Но любители оперного искусства не позволили себе остаться дома, а под проливным дождем спешили в филармонию. Откроет нам, возможно, что-то новое и будет к чему стремиться в будущем. Получить какой-то профессиональный опыт, посмотреть, как певцы работают над дыханием и послушать хороший репертуар. Концерт оперного пения предвосхищал открытие нового сезона. В главном, однако, до сих пор самом маленьком зале искусства. Если мы приложим максимум своих сил под руководством нового губернатора и его команды, для того, чтобы через год, через два, через три, неважно, но «Орел» начал радоваться и гордиться зданием новой филармонии, в котором прекрасно бы играл губернаторский оркестр, пел губернаторский хор, фольклорный ансамбль «Каравай», солисты, любые, из зарубежья, из России, откуда угодно. Мы готовы петь и радовать людей своим искусством, но, конечно же, в храме искусств. Но артистов с громкими именами в сфере оперного пения маленькая площадка не смущает. Они едут к своему зрителю. Оперным певцам аккомпанирует Надежда Котнова. Известная пианистка в «Орле» бывает часто, так как имеет мценские корни и поддерживает дружбу с филармонией. Здесь в зале прекрасно, просто прекрасно и всегда уютно. И встречают нас всегда очень тепло. Мы просто хотим пожелать самой филармонии большого зала с огромной сценой, с возможностями вместить всех желающих. Вот только так. И, конечно, мы с удовольствием приедем на эту новую большую сцену. А вот Дарья Войчик и Юрий Зайцман у нас впервые. Для простого обывателя их имена не на слуху. Но для тех, кто разбирается в оперном искусстве, известно, что Юрий Зайцман с 2006 года приглашенный солист Большого театра. Знают его и за рубежом. Он участник, в частности, такой программы, известной в России, как «Лучшие баритоны» Гвиниашвили. Вот он в «Орле», кстати, выступал. А Дарья Войчик, совсем молодая исполнительница, заканчивала на «ГИТИС». И, тем не менее, ее, наверное, кредо в большей степени – это оперетта, это Кальман, это, скорее всего, Штраус. Но здесь она будет выступать, как исполнительница академической, все более серьезной музыки, более глубокой. Для орловчан оперные певцы исполнили классические партии зарубежных и русских композиторов. А сейчас наша постоянная рубрика «Экспедиция», в которой мы продолжаем рассказ о Дмитровском районе. Сегодня речь пойдет об этнографическом музее, построенном одной семейной парой. О патриотах России, живущих в далекой глубинке – наш следующий рассказ. Ее строили все лето своими руками. Нина Булочева признается, многие тогда крутили у виска и посмеивались. Где это видано, чтобы ради музея люди так убивались? Ну, раз решился, думаю, сделать надо, а сделать надо, чтобы она была красивая, чтобы она радовала глаз, ну и чтобы сам был доволен, и люди были довольны. Просто себе оставить память. Вот и построил такое. На площадке возле дома, помимо мельницы, колодец и печка – рабочие. В колодце живая вода, в русской печи по праздникам пекутся пирожки. Здесь же располагаются и другие предметы старины, купленные или найденные булочевыми в разных местах. Там дом перекрывали, и эту черепицу выкидывали на дорогу в грязь, чтобы закрыть грязь. И мне просто это, конечно, возмутило. Я у них попросил, чтобы они не кидали эту черепицу, забрал ее и привез домой. Вот у меня хранится она. Я тоже ей что-то буду покрывать. Мне ее жалко, как историческую ценность просто. Вот эти вот жернова, вес которых более одной тонны, и возраст которых более ста лет, семья булочевых приобрела в селе Домаха за 18 тысяч рублей. На постройку мельницы взяли кредит. С тех пор и прослыли чудаками. Сюда сыпется мука. Ну вот сейчас будем вешать эту, как она называется? Короб там. Ну, короб, через который будет сыпаться мука, а здесь ящик. Но булочевых непонимание лишь закаляет. Вот все деньги сюда укладываем, в историю. Мы не будем. Кто будет? Никто не будет. Никому это уже давным-давно не надо. Ну вот хоть останутся лет. Да может быть, и когда будем в этом свете нас добрым словом вспомнить. Тем не менее, слов благодарности им уже было написано и сказано немало. Дело в том, что у семьи есть еще один музей. Под крышей. Ему уже более пяти лет. И за это время его посетило более полутора тысяч человек. Украина, Львов. Смотрите, вот. Божаю своему дому, достатку, миру и любови. Что-то я не понимаю. Что-то я взялкую за ваш музей, в общем. Да. Большое спасибо вам пишут. Здесь есть все. И старые патефоны, рушники, каски, фляги времен Великой Отечественной. Лапти, знамена и барельефы вождей. Всего и не перечислишь. У каждого экспоната своя история и свое место. Вот наш первый экспонат. Колокольчик 1855 года. Даже мастер здесь написано. Где-то на шкафу пока лежал долго. Не знали, куда его. Ну, лежал, лежит, да лежит. А вот видите, как музей сделали, так он самый первый экспонат. Все чудом найденные или купленные экспонаты для булочевых приравниваются к реликвиям. Меценаты просят продать ценные находки. А они, чудаки, отказываются. Вот этот башлык, значит, хозяин башлыка, Амелин Дмитрий Алексеевич, уходил на фронт, он был еще молодым парнем. Ему дали обмундирование. Вот башлык дали, там форму офицерскую, ну казацкую, наверное. Вот. А жена у него была девочка беременная, его жена. И он говорит, а одеваться не во что было. Он говорит, нахуй башлык оставь, ребенок родится, будешь его заворачивать в этот башлык и все. Ну, ребеночек, видимо, родился, но она, наверное, не заворачивала даже ни разу. И в сундуке он хранился. У той хранился, жены, потом у нее дочери хранился. И все так. И он передавался из поколения в поколение, и вот достался нам. И представляете, какая история. Их музею завидуют даже краеведы. Коллекционеры просят продать редкие вещи. Но булочевые верны своему делу и друг другу. История, как любовь, говорят они, не продается. За 36 лет совместной жизни они не утратили нежных чувств. Сергей говорит, что ради жены, как Дон Кихот, готов на подвиги. И эту мельницу построил ради нее, подсмотрев эскиз в одноименном фильме. Бегу! До свидания, Синя. До свидания, благороднейшая из благородных. Невежели считают, что ты простая крестьянка. Ты прекраснее и добрее всех принцесс. Мы до сих пор можем за ручки ходить, взяться за ручки и ходить. Их по городу, по деревне. А мы так и хотим, чтобы вместе умереть. В один день, как и у сказки говорят, и в один час. На сегодня это все. И в завершении программы вас ждет афиша, из которой вы узнаете, где и как провести время с пользой. В муниципальном театре «Русский стиль» состоится музыкально-поэтический вечер «Россия. Территория культуры» 26 сентября в 19 часов. В Орловской областной филармонии 27 сентября в 18.30 играет лауреат международных конкурсов Александр Артемов – гитара. А 30 сентября в 18.30 – лауреат международных конкурсов Дмитрий Облогин – фортепиано. Театр «Кукол» 28 сентября в 11 часов приглашает орловчан на торжественное открытие театрального сезона. В театре можно будет посмотреть пьесу «Оранжевый ежик». 28 сентября в 11 часов в детском городском парке состоится игровая программа «Осенний карнавал», посвященная закрытию 191-го весенне-летнего сезона городского парка культуры. Вы смотрели программу «Культурное обозрение». Для вас работала Алла Новоженина. Если вы являетесь мастером самобытных ремесел, оставьте свое сообщение на нашем сайте. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok